Антон Авраменко – главный внештатный специалист областного министерства здравоохранения по детской кардиологии. Сердечно-сосудистый хирург самарского кардиодиспансера. Сегодня немного в ином амплуа. Он главный лектор для студентов-медиков. Лекции проходит необычно, а аудитория пуста. Перед преподавателем лишь экран монитора. Впрочем, формат дистанционного обучения лектору по душе. Иногда, признаюсь честно, преподавателям доставлять не очень много удовольствия одно и то же в лекционном формате повторять разным группам с небольшим промежутком времени. Иногда хотелось бы действительно, чтобы можно было один раз лекцию записать и уже потом ее, скажем, не прилагая дополнительных усилий, воспроизводить новым группам студентов. Юлия Симоненко учится на четвертом курсе, успела оценить дистанционное обучение. Пока в восторге. Одни сплошные плюсы, рассказывает студентка. Никто не мешает слушать преподавателя, можно легко совмещать с работой, ведь видео воспроизводится в записи, и в любой непонятный момент можно включить перемотку. Однако по университетским аудиториям соскучилась. Сидеть дома – это скучно, хочется и общения с преподавателем, общения с пациентами. Все-таки мы в практическом университете учимся, и нам нужна практическая медицина, нам нужно видеть клинические случаи, нам нужно это самим слышать, самим пальпировать, все это чувствовать на себе. А когда ты… Лекции, да, не отрицаю лекции, это здорово, это хороший вариант, а вот практические занятия, конечно, я по ним соскучилась. Сейчас в Самарском медицинском университете работают над созданием интернет-платформы, где будут собраны все ресурсы дистанционного обучения. Мы начали такую планомерную работу, которая заключается в том, что мы с кафедрами переводим определенный участок или определенную часть материала в дистанционный формат. Это и видео лекции в основной своей массе, потому что определенная специфика в медицинском образовании, конечно же, есть. Ну и готовим так называемые видео уроки, ведем видеоконференц-связь как и со студентами, так и с представителями врачебного сообщества. Дистанционное обучение вовсе не означает каникулы для студентов. Посещение серверов с учебными материалами контролируется, там же всегда размещаются домашние задания. Мария Левина, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова